друзья всем привет вы на канале эдуарда германского и сегодня у нас в гостях коля привет кали вы все рады его видеть мы тоже рады его видеть и очень многие спрашивают что с колли что случилось что будет дальше вот сегодня мы об этом с вами все вместе и поговорим колю ну расскажи во первых что случилось случился разрыв переднего креста и обоих менисков то есть это вот прям во время боя но видимо что-то было надрыв какой-то то есть во время боя то есть я дорвал полностью крест и заклинило колено сам сустав со счет мениск кусок мениска от был оторван и перевернулся он стал ребром что не позволило прочь шевелиться ноге то есть она гони шевелилась нет сразу нет и соответственно пришлось сделать операцию дам сейчас мне там вырезали мениске половина от 1 там 30 процентов осталось а второго 40 и вставили новый имплант нового крест-образную связку насколько между операцией прошло по после боя и до операции сколько по времени прошло месяц ровно 9 получается были бои 9 января я лег на операцию почему так долго врача искал хорошего потому что как бы про оперироваться и потом 50 на 50 меня это не очень устраивалось я нашел хорошего врача который оперировал моего там товарища когда у него появилось свободное окно то есть я сразу к нему попал до нового года у них было на 29 декабря он меня отговаривал что мало ли что случится что все пьяные и в любом случае до 8 числа никто тебе ничем не поможет поехать обыкновенный травмпункт делать пункцию колено как бы в новогодние праздники типа горит так себе затея но как бы и поэтому еще от этих 10 дней я ждал просто чтобы нему попасть а болезненные ощущения вообще доставала она доставала тем что она не держит и тем что то есть расслаблен ногу если подыма у меня остается на выходит у меня выскакивал постоянно то есть ты постоянно ходишь какого максимальном напряжение когда если скользко это вообще как бы так себе затея ходить не очень хочется в целом как бы и вот где-то уже ближе к операции уже после нового года то есть начало она прям начало сильно болеть болела постоянно постоянно тупая ноющая боль в любом положении и слава богу короче прооперировали но прооперировали мне очень понравилось что с первого дня то есть я чувствовал только швы все остальное то есть мы никакого не дискомфорта не внутри колена не при ходьбе то есть у меня там не было небольших несмотря на то что этом со второго дня там уже скакал не отеков небольших никаких там таких жутких синяков сейчас на костыле ходишь да на костылях ну нельзя потому что вес большой и три недели имплант вырастает если дать и высокую нагрузку связка будет перерастянута она будет на месте но она не будет держать подвижность суставе будет слишком высокой ну как бы от нее не будет смысла слушай ну нам тут птички на хвосте принесли что ты к нам приехал на машине зараза ли нормально ты была прямой ног привыкаю с прямой ногой а голеностоп нормально доработает при этом выгода на стопы с первых дня то есть там не дали брошюру с реабилитации я все упражнения которые там там понеделем расписано там на почти на полугода я всех смог делать сразу на первый день то есть я с первого дня как только мне это положили я уже всю эту херню делал ну и сегодня тебе швы сняли с утра швы буду снимать я сам походу приехал там начали какие-то сходи туда принеси то бле сходи в другой корпус там зарегистрируйся качели я вчера да там с врачом договорился и че-то не там какая-то нестыковка и виски да как как в рэмбо сейчас зубы кстати да я уже там снимем там где их не было прижем вот так ну а чего я езжу с со второго дня как вышел с больнички такие единственная проблема что залазить неудобно внешне вы на педали то право на зубы слушай ну а чё вообще врачи говорят в плане реабилитации ну если брать такой среднестатистический момент это от полугода то есть максимально ну к нормальным физическим нагрузкам я могу грузить колено там через течение через полгода то есть если брать там более какие-то спортивные методики то это три-четыре месяца еще три месяца вот судя по твоему внешнему виду ты тренируешь да я езжу качаюсь вверх многие делают ту реабилитацию естественно как бы то что прописано но потихоньку сейчас буду пробовать что-то уже с резинками с небольшими утяжелитель выполнять эти же упражнения пока только так ну и как только начал делать даже в общем в общем-то углубляйте рваться просто то ну и ноги ставили тест на стороне легче стало потому что дает и отеки стали меньше и увереннее себя начинает чувствовать так или иначе там какие-то упражнения упомяешь даже если это полностью там сидят то ноги все равно в тонусе напряжены и гораздо увереннее себя потом на улице чувствуешь такую погоду но и я так понял что ты еще собираешься ездить боксировать там зал я там есть тренер мой близкий друг но у самого потом проблема операции то есть какой-то период времени он тренировался есть такая специальная работа в боксе давно выполняется именно сидя то есть и вот со следующей неделе я уже буду ездить к нему на тренировке нормально вообще слушай ну конечно же всем интересно планы в дальнейшем у тебя после реабилитации есть вернуться в битву за хоть да конечно драться будем дальше с александром сидорио мы все проговорили планово под его началом бы что для началом будем тренироваться да блин но это это круто на самом деле ну коль чем мы тебе с желаем скорейшего выздоровления россию больше ты быстрее встал уже ну и зови над на самом деле было бы наверно мне кажется интересно многим вы увидите мне тоже интересно посмотреть на такой сидячий бокс поэтому возможно пишите в комментариях интересно ли вам было на это посмотреть и если вам будет интересно то возможно мы приедем и поснимаем все это потому что возможно для многих да это тоже будет каким-то это как вариант это на самом деле я это практиковал раньше с другими тренерами то есть это какая-то специальная выносливость то есть это достаточно силовая тяжелая работа потому что динамики ног нет у тебя вариантов выдвигать все постоянно работает корпус это постоянно работают руки то есть и чувство приходит моментальных вот так что думаю всем будет интересно все коль спасибо за то что пригнал нам давай скорее восстанавливайся и чтобы мы уже с тобой вместе будем локсировали все ребят нажимайте на колокольчик там лайки дизлайки всю движуху делайте мы вас любим целуем удачи пока